Сегодня 11 апреля 2024 года. Мы уехали из Москвы ранним утром в Талдомский район Московской области, близ деревни Константинова, на берегу невыразительной речки Дубна. Подмечено за многие-многие века, что здесь средняя полоса России, апрель водолей, и птиц над полями много, и даже одного гуся увидел. Почему он один среди поля в луже такой апрельской, и уток много прилетели, и вот природа оживает. Это поле мы видели, когда оно было жёлтое, потому что здесь был рапс. Здесь оно красивое, зелёно-жёлтое поле. Потом мы видели с кукурузой. Ну, только-только всход, где-то вот такие, зелёная тоже, зелёная кукуруза. Затем здесь уже выросла кукуруза, и был момент уборки. То есть почти родное русское поле для нас. И сейчас вот оно весеннее такое, расхлябанное, разбитое, с этими торчащими остатками, вот как раз от этих кустов, стебли, стебли вот этой кукурузы. Вообще всё здесь живёт. Что-то какие-то стрекотцы, голоса самых разных птиц. Но вороны каркивают, они по виду, им не меньше трёхсот лет. Они крупные, чайки крупные здесь кричат. И всё сосуществует. Мы, чайки, вороны, сороки, ласточки и апрель. Мы сюда поехали, конечно, за журавлями. Так как они вернулись, они прилетели ещё в последних числах марта и в самых первых числах апреля. Они прилетели из Эфиопии, из Ирана, где они зимовали. Отдыхали они на севере Израиля, в Хахула. Там их подкармливали, они хорошо отдохнули. И затем, развивая скорость 40-60, а то и 100 километров, они прилетели. Но я понимала, что здесь на полях их не будет. Ну, так не бывает, что вот прям приедешь в поле, а будут здесь журавли. Они, они журавли, находятся всё-таки не совсем на открытой территории. Но сейчас она, в связи с тем, что ещё трава не поднялась, она всё-таки везде открытая. И у них места вот такого обитания, где они гнездо устраивают, это заболотье, это там. Мы в Юле пытались выйти к этим местам. Может, думали, что они вот так, как мы их наблюдали, здесь по осени, и они где-то вот так же собираются. Но нет, но нет. А там, во-первых, подойти невозможно. Трава вот такая, этот кустарник. Ну, то есть надо там прямо вот специально и обученным быть, и помоложе, может быть. Или знать это место, чтобы вот устроить, ну, увидеть, во всяком случае, в летний период журавлей. Но сегодня свершилось. Уже можно сказать, что поездка не зря. Можно, да? Вот, 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 вот летят. Это летит парочка, три журавля. Надо загадывать желание. Все, кто смотрит, это апрельские первые журавли. Господи. Да. Ну, это удивительно. Но я видела группу 15 журавлей. Это фантастика. Они встречают, они нам несут привет. Какая красота. Субтитры создавал DimaTorzok Журавли прилетели, и их много. Они парят стаями. Одна стая, вторая, третья. Взлетают, садятся. Взлетают, перелетают вдали. Там, поля, горизонт леса. Кстати, их полет не такой, как осенью. Осенью они бодрее летят. А сейчас взмах крыльев такой, вот, чувствуется усталость в их движении. Это все только пожелание. Пожелание, ну, такое, чтобы природа дала возможность им устроить гнездо. Пусть у них будут птенцы, пусть они их подготовят к котлету. И осенью, чтобы у нас была возможность, мы приедем сюда. И они нас подпустят, когда готовятся к котлету. И мы бы их поснимали на прощание. И вот этот цикл, чтобы оставался. Весна, половодья, звон, пение птиц, радость такая жизни, что вот она, зима позади. Все, выжили. Уже даже крапиву я видела. Все, как говорится, дожили до крапивы. Значит, будем жить. 11 апреля, Талдомский район, Московская область. Весна. Музыка. Что, Зоя, домой? Сегодня очень красивое небо было, без солнышка. Оно было и голубое, и немножко розовое, и серенькое, и темненькое. Такое свинцовое были облака. Не было солнца. А сейчас выглянуло солнце. Но ветер. Но ветер. И так солнце, без солнца. Но мы знаем, что солнце победит. И будет ласковый май. А пока домой. Вот этот мужик ездит туда-сюда. Да, мужчина ездит. Вот мы почему-то уезжаем из Москвы. Автомобиль наш стоит там. И ходим туда-сюда, ходим туда-сюда. А он ездит. Уже, наверное, раз пять проехал. Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда.